Молодые, сильные и энергичные, готовы и к труду, и к обороне. До призывная молодежь школьники 35 симферопольских школ выполняли упражнения из комплекса ГТО. Это все учащиеся в школах, поэтому с каждым годом, естественно, школ все больше, поэтому я думаю, что и учащихся, конечно, будет все время больше и больше, если мы будем строить новые школы. Будущие защитники Отечества подтягивались на перекладине, девушки отжимались, а затем участники соревновались в беге на стометровую дистанцию, прыжках в длину с места и метании гранаты на дальность. Спартакиаду приурочили к 73-й годовщине Победы. Молодежи в пример ставят героев Великой Отечественной. Для защиты Отечества нужны хорошие защитники. Вы, конечно, изучаете математику, науку и так далее, но каждый из вас должен был быть готовым встать на защиту Отечества. Настоящую силу и мощь перед школьниками продемонстрировали военные разведывательного подразделения 126-й бригады береговой охраны. Первое место на Спартакиаде завоевала 29-я школа, второе – 34-я. Бронзу взяли ученики из школы номер 23. Победители наградили кубками, медалями и дипломами. Анастасия Донская, Служба новостей и ТВ.